Методика иноязычного образования. Курс 2. Лекция 15. Тема лекций. Модель современного учителя иностранных языков. План лекций. Первый вопрос. Компетентностные векторы развития личности учителя иностранного языка. Второй. Урок как основная форма организации учебного процесса. Третий. Педагогическая компетентность. Четвертый. Знание дисциплины. Пятый. Личностные качества педагога. Цели и задачи. Рассмотреть компетентностные векторы развития личности учителя иностранных языков. Рассмотреть вопрос о социальных качествах личности, педагогической компетентности. Раскрыть вопрос знания дисциплины. Вопрос о личностных качествах педагога. Основные качества, которыми должен обладать каждый современный учитель иностранного языка, можно условно разделить на 4 группы. Социальные качества личности, педагогическая компетентность, знания дисциплины и личностные качества педагога. Социальные качества личности – это умение взаимодействовать с учениками и студентами, тем самым эффективно руководя педагогическим процессом. К подобным навыкам также относится способность мотивировать учеников, уделять учащимся время, когда им необходима помощь, быть полным энтузиазма к обучению, иметь позитивное отношение к ученикам, создавая здоровую атмосферу в классе. Многие ученые утверждают, что одним из важнейших характеристик современного педагога является умение построить правильные взаимоотношения с учениками, благодаря чему процесс обучения становится более эффективным. Педагогическая компетентность – это совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. Современный профессиональный компетент можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность. Общение педагогическое достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Компетентные векторы личности преподавателя национального языка – это структура когнитивно-развивающейся, поисково-познавательной и деятельности учителя, аналитико-интегративной, креативно-конструктивной, рефлексивной. Типы мышления – это проблемно-актуализационные, исследовательско-проектные и прогнозирующие образцовые способности. Модель учителя иностранного языка – это практическое овладение иностранным языком. Также формирование и развитие коммуникативной культуры школьников является основной целью обучения иностранным языкам. Перед современным учителем стоит множество задач, приоритетами из которых является создание условий, в которых каждый ученик мог бы использовать в свои знания на практике, выбрать такие методы обучения, с помощью которых каждый обучаемый смог проявить свою активность, развить творческое начало, также активизировать познавательную деятельность в процессе обучения иностранным языкам. Основные качества, которыми должен обладать каждый современный учитель иностранного языка, можно условно разделить на 4 группы – социальные качества личности, педагогическая компетентность, знания дисциплины и личностные качества педагога. Социальные качества, вне зависимости от профиля учителя, это важным для него всегда является остаться умением взаимодействовать с учениками и студентами, тем самым эффективно руководя педагогическим процессом. К подобным навыкам также относится способность мотивировать учеников, уделять учащимся время, когда им необходима помощь, быть полным энтузиазма к обучению, иметь позитивное отношение к ученикам, создавая здоровую атмосферу в классе. Но также необходимо отметить, что сегодня педагог должен видеть такие качества учеников и вызывать процесс обучения, и где необходимо предотвращать их. В наличии таких негативных эмоций, как тревога, страх, неуверенность у учащихся, естественно, следовательно, учителю необходимо создать такую атмосферу в классе, в которой каждый ученик смог бы почувствовать себя расслабленным, уверенным и имел возможность сосредоточиться как на познавательном, так и на эмоциональном уровне. Профессиональная компетентность. Начиная с 90-х годов прошлого века, термин «профессиональная компетентность», ставший объектами исследований многих ученых, в том числе Кузьмина, Маркова, Груднева, Ставина, закрепил свои позиции в теории педагогики. Под профессиональной компетентностью учителя понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. Профессиональные компетенты можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность. Педагогическое общение достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способности адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и духовное развитие общества. Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходимостью повышения квалификации и профессионализма учителя, то есть его профессиональной компетентности. Основная цель современного образования – это соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, начало трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию, а свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс, педагог является гарантом достижения поставленной цели. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентоспособную личность учителя, способную воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире. Развитие профессиональной компетентности, развитие творческой индивидуальности, которые соответствуют актуальным перспективам и потребностям личности, общества, подготовке разносторонне развитой личности. Педагог является гарантом достижения целей. Знание своего предмета. Для того, чтобы обучать всех учащихся согласно сегодняшним стандартам, учителям необходимо глубоко понимать преподаваемый предмет, чтобы помочь учащимся создавать мысленные карты, соотносить одну идею с другой, исправлять неправильные представления. Учителям необходимо видеть, как идеи сочетаются с другими дисциплинами и каждодневной жизнью. Такой вид понимания служит основой для педагогического знания преподаваемого предмета, что позволяет преподавателям выражать идеи, доступными для других образов. Прежде всего, от педагога требуется глубокое всестороннее знание своего предмета на современном научном уровне. Знание предмета необходимо, но недостаточно в условиях педагогической работы. Педагог должен обладать обширными познаниями в области смежных предметов, так как научные понятия мировоззрения формируются в обучаемых на основе межпредметных связей, отражающих те влияния и взаимодействия, которые характерны для предметов явлений и процессов объективно существующего реального мира. Учитель должен обладать профессиональными знаниями системы языка, основных лингвистических и линггодидастических категорий, также культуры страны изучаемого языка, ее истории, современных проблем развития, в том числе современных проблем зарубежных сверстников, учащихся, с которыми ему приходится работать. Основные положения общеобразовательных концепций на определенном этапе развития общества государственной и общеобразовательной политики, в том числе по иностранным языкам. Психологии личности ученика, каждую конкретную эпоху ее развития, закономерности усвоения иностранным языком учебных усвоений. Основных требований, предъявляемых обществом и наукой к учителю, его уровню профессионального мастерства и личностным качеством. Основных закономерностей обучения иностранным языком, также содержание и специфики всех составляющих процесса обучения целей, содержания, методов, средств обучения с точки зрения их исторического развития и современного состояния. Учителю иностранного языка необходимо уметь на практике применить перечисленные высшие знания. Это значит, что он должен уметь пользоваться иностранным языком как средством общения. Моделировать ситуацию речевого общения в учебном процессе. Его уровень языковой подготовки должен позволять ему строить весь учебный процесс на иностранном языке. Учитывая, что учитель является, как правило, единственным носителем изучаемого языка, его уровню, его языковой подготовки предъявляются особые требования. Это значит, что речь учителя должна быть аутентичной, нормативной, выразительной. Однако этого недостаточно. Ему необходимо адаптировать свою речь на иностранном языке к возможностям понимания учащимся определенного уровня обученности по предмету и предусматривать постепенное расширение этих возможностей. Для этого учитель должен владеть определенным репертуаром выражения классного обихода, позволяющим ему на уроке строить процесс взаимодействия с детьми, стимулировать их в межкультурном общении. В данный репертуар, помимо вербальных средств, входит также невербальные элементы, жесты, мимика. Учитель-преподаватель настраданского языка должен одновременно управлять как процессом усвоения учащимся изучаемого языка, так и средством межкультурной коммуникации, так и процессом общения на этом языке в учебном процессе. Для этого необходимо ему уметь передавать свои знания, навыки, школьникам, организовать учебный процесс, в центре которого должна находиться языковая личность обучаемого определенного уровня. Профессионально-значимое умение учителя-преподавателя на самоскоп это умение педагогически, психологически, методически правильно отсуществить свою профессиональную деятельность, направленное на развитие учащейся черт вторичной языковой личности, предопределяющих способность к участию в общении. Таким образом, под профессионально-значимыми умениями учителя-преподавателя на самоскоп понимаются умения педагогически, психологически, методически правильно осуществлять свою профессиональную деятельность, направленное на развитие учащейся черт вторичной языковой личности, которая предопределяет способность к участию в межкультурном общении. Вопросы для закрепления литературы.